Май 2022. Время, когда привычная жизнь барнаульцев изменилась. Весной прошлого года в краевой столице построили новые трамвайные кольца, изменили автобусные маршруты и создали новую транспортную артерию города. Так началась подготовка к важнейшему инфраструктурному строительству в современной истории Барнаула. Реконструкции моста на новом рынке, который появился при строительстве Алтайской железной дороги в 1914. Здесь в этих местах дорогу пересекал так называемый Томско-Московский тракт. Это главная гужевая магистраль, по ней серебро возили, а потом просто грузы возили уже. Вот когда строили Алтайскую железную дорогу, это вот линия от Новосибирска через Барнаул на Семипалатинск, сделали выемку. У нас же получается правый берег, он низкий, а левый берег высокий. И железная дорога с низкого на высокий берег, она же не может вот так вот подниматься. Это же продольный уклон слишком большой. Это машина может, а пояс нет. Поэтому нашли специальное место, где в левом берегу был хоть какой-то овраг. Его углубили примерно до уровня правого берега. Удивительно, что путепровод, приспособленный для автомобилей, трамваев и троллейбусов, построили здесь только в начале 60-х. Спустя 60-летней прерывной эксплуатации он находился в предварином состоянии. Необходимость ремонта обсуждалась давно, но лишь в 2022-м это оказалось реально. Барнаул получил инфраструктурный кредит правительства России. И вот 21 мая движение на мосту закрыли. Сейчас конкретно наши специалисты пока занимаются обустройством пешеходного перехода, который позволит людям с трамвайного кольца на новом рынке переместиться на остановку троллейбуса и в перспективе на остановку трамвая, которая будет в районе дома быта. Автомобильный путь стал пролегать по Калинино от улицы Аносова до площади Октября. Город привыкал. На этих участках, а также на пионеров, цеховой, профинтерна стояли в пробках, а на выделенных полосах для общественного транспорта боролись за движение. Привычное время в пути для барнаульцев увеличилось вдвое. Власти реагировали оперативно. Жители, которые направляли нам колоссальное количество предложений, замечаний, мы учитывали их в работе, редактировали циклы светофоров, добавляли какие-то новые поворотные секции. Мост все равно был уже достаточно старым. Неизвестно, чем бы закончилось это все, если бы не было реконструкции. Все равно срок указан конкретный, когда эксплуатацию пустят этот мост. Потерпеть можно ради чего-то нового для города. За месяц у барнаульцев наступила стадия принятия. В июне с моста демонтировали всю контактную сеть, 90 процентов несущих конструкций на трехпролетном путепроводе и 40 на четырехпролетном. За это время автомобилисты привыкли к новым правилам, а пассажиры стали использовать пересадочный тариф. Уже тогда ремонт барнаульского путепровода стал упаковываться в кейс. Даже гаражный кооператив у дома быта остался невредим. После специальных замеров убрать потребовалось всего один гараж. Еще один сложным фактором в организации строительства стал вопрос бюджета, ведь из-за санкций менялись логистика и цены. Однако еще в апреле подрядчик дал понять, что ситуацию контролирует. Деньги целевые, деньги никуда потеряться не могут, поэтому наоборот более гарантированный объект, нежели какие-то другие. Пока мы видим, что цены на материалы стабилизированы. Мы как начинали оценивать при этапе торгов, то есть объект, пока часть материалов, арматура чуть подешевела. За весь срок стоимость проекта менялась дважды, включив дополнительные работы, и в итоге достигла более двух миллиардов рублей. Рабочие разбирали старый мост днем и ночью, готовили участок установки своей новой конструкции и заново тянули через мост теплотрассу, чтобы успеть к отопительному сезону. Расписание зависело от технологических окон, предоставленных РЖД. В октябре строители приступили к самому объекту. Изучали грунт, подготавливали место для свай. Именно на этом этапе формировалась надежность и долговечность будущего моста. Землю бурили, вынимали грунт и бетонировали. Получался цементогрунт. К началу 2023-го в Барнаул доставили мостовые пролеты. Изготовленный на заводе Тюмень-Сталемост. Несмотря на морозы, работы шли по графику. В июне рабочие смонтировали первый пролет, а в августе – самый большой. Это самый протяженный пролет у нас – 48,6 метра. Для этого привлекаются у нас большие погрузоподъемности краны. Установка плит заняла все лето. Их изготавливали на Барнаульском комбинате железобетонных изделий. С учетом мнения организации, которые будут пользоваться мостом. У нас изначально проектом была предусмотрена железобетонная плита, достаточно объемная по размерам, по толщине. И от именно службы эксплуатации Горелектротранса поступило предложение поменять это конструктивное решение, потому что в дальнейшем для любых ремонтных работ по верхнему строению пути им бы приходилось только с грузоподъемными механизмами работать. И к ноябрю осталось лишь заасфальтировать мост. Точно в срок 30 ноября. Новый путепровод торжественно открыли. Огромные слова благодарности нашим барнаульцам, которые терпели, ждали открытие этого объекта. Поэтому всем-всем спасибо. Открываем в добрый путь. После масштабных работ мост стал шире. Три полосы в обе стороны и комфортные тротуары. В этот день мост открыли для личного транспорта, для автобусов с 1 декабря. Для эксплуатации путепровода все готово. В следующем году останутся последние штрихи. Покраска, именно опор. Восстановление благоустройства и устройство плиточного покрытия в трамвайных путях. Это в первую очередь необходимо из-за того, что у нас в течение зимнего периода будет проходить движение трамвая, будет усадка трамвайного полотна. Закончат благоустройство к июню 2024-го. Новому путепроводу закладывают как минимум столетний срок эксплуатации. Мост, появившийся в 20 веке, перешагнет в 22-й. Анастасия Дороган специально для телеканала Толк.